Хоакин Феникс – американский актёр пуэрто-риканского происхождения, продюсер и зоозащитник. Несмотря на сложное детство и личную трагедию, Феникс сумел стать одним из лучших актёров своего поколения и получил всеобщее признание за роль культового злодея Джокера. О пути многогранного артиста к славе вы узнаете из нашего нового видео. Хоакин Феникс – как живёт новый Джокер Голливуда и сколько он зарабатывает? Хоакин Рафаэль Боттом родился 28 октября 1974 года в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, в семье Джона Ли и Арлин Боттом. Мальчик вырос со старшим братом Ривером и старшей сестрой Рейн, а также с младшими сёстрами Либерти и Саммер, и все они впоследствии занялись актёрской деятельностью. Кроме того, у Хоакина есть старшая сводная сестра по отцу Джо Дин. Среди предков актёра были англичане, немцы и французы по отцовской линии и русские и венгерские евреи по материнской. Родители Хоакина познакомились, когда его мать путешествовала автостопом по Калифорнии и поженились менее чем через год после знакомства. Вскоре после рождения второго ребёнка Джон и Арлин присоединились к секте Дети Бога и начали путешествовать по Южной Америке и Пуэрто-Рико в качестве миссионеров. В тот период в семье появились ещё двое детей, включая Хоакина. Жили боттомы очень бедно, а иногда даже просили милостыню. Однако в 77-м они решили изменить свою жизнь и покинули секту, выступив, помимо прочего, против насильственных практик, культивируемых членами группы. Семья перебралась во Флориду, где официально сменила фамилию на Феникс, которая символизировала начало новой жизни. В то же время на свет появился пятый ребёнок. Вскоре Арлин устроилась секретарём в отдел кастинга на телеканал NBC, благодаря чему она находила актёрскую работу для своих детей. А Джон основал садоводческую компанию. Когда Хоакину было три года, он вместе с братом и сестрой увидел, как рыбаки оглушали рыбу, ударяя её о борт лодки. Это зрелище настолько впечатлило детей, что они убедили всю семью перейти на веганский образ жизни. В то время мальчик стал называть себя Лифф, что в переводе с английского означает «лист», вдохновившись именами братьев и сестёр, связанными с природой. Кстати, в титрах нескольких ранних работ он указывался именно как Лифф Феникс. В 79-м отец семейства Джон был вынужден оставить работу из-за травмы позвоночника. Семья перебралась в Лос-Анджелес, где Арлин познакомилась с известным агентом Айрис Бёртон, которая находила детям работу в рекламе и телевизионных проектах. Дебют Лиффа на телеэкране состоялся в 82-м году, когда он появился в эпизоде «Рождественская песня» музыкального сериала «Семь невест» для семи братьев, в котором также снимался его старший брат Ривер. По словам Феникса, работа на площадке принесла ему чувство огромной радости, и он сразу понял, чем хочет заниматься в будущем. В 84-м он вместе с Ривером снялся в эпизоде телевизионной антологии ABC специально после школы, посвящённом проблеме дислексии. К слову, работа в проекте принесла братьям номинацию на премию «Молодой актёр». В том же году Феникс появился в эпизодах приключенческого экшн-сериала «Каскадёры», полицейского драматического сериала «Блюз Хилл Стрит» и детективного сериала «Она написала убийство». А в 85-м снялся в телевизионной драме «Дети не говорят». Тогда же, чтобы подзаработать, Лифф со своими сёстрами и братом выступал с песнями и танцами собственного сочинения на улицах Лос-Анджелеса. В 86-м году Лифф дебютировал в полнометражном научно-фантастическом фильме «Пикник в космосе», сыграв мальчика, мечтающего стать астронавтом, и снялся в одном из эпизодов телесериала «Онтологии» «Альфред Хичкок представляет». В 87-м на экраны вышла драмеди «Русские», в которой Феникс исполнил свою первую главную роль, представ в образе лидера мальчишеской группы, подружившейся с русским моряком. В 89-м Феникс снялся в успешной драме Дерона Ховарда «Родители», собравшей в прокате 126 миллионов при бюджете в 30. За роль Гарри, замкнутого племянника героя Стива Мартина, Лифф вновь был номинирован на премию «Молодой актёр». Любопытно, что в ситкоме по мотивам фильма эту роль повторил Леонардо Ди Каприо, который внимательно изучал игру Феникса, чтобы правильно изобразить своего персонажа. В том же году нашего героя можно было увидеть в эпизодах ситкома «Всё ещё Бивер» и приключенческого сериала «Супермальчик». Юный Феникс не сомневался в будущей профессии, а в 16 лет, увидев мёртвую лягушку, которую ученикам дали для препарирования в рамках урока биологии, решил бросить обучение в средней школе. Подросток зарекомендовал себя как очень перспективный актёр, однако вскоре заметил, что ему не поступает достаточно привлекательных предложений. Фениксы, неудовлетворённые жизнью в Лос-Анджелесе, вновь отправились во Флориду, а затем переехали в Коста-Рику, где Лифф изучал испанский язык. Когда они вернулись в США, Ривер убедил брата использовать своё настоящее имя и вновь начать сниматься. Более того, он неожиданно заявил, что именно Хоакин станет самым известным актёром из их семьи, но тогда его слова никто не воспринял всерьёз. Однако вскоре в семье Фениксов произошла трагедия. 31 октября 1993 года Ривер умер от передозировки запрещёнными веществами возле клуба The Viper Room в Западном Голливуде. Хоакин, который отправился в клуб вместе с братом и сестрой Рейн, позвонил в службу 911, чтобы те помогли Риверу, но было уже слишком поздно. К слову, впоследствии записи этого звонка неоднократно транслировали различные радио- и телепередачи. Убитая горем семья на некоторое время вновь перебралась в Коста-Рику, чтобы оградить себя от назойливого внимания прессы. Но уже в 1995-м Хоакин вернулся на киноэкраны в чёрной комедии «Гаса Вансэнта. Умереть во имя», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале. Актёр сыграл психически нездорового парня, которого героиня Николь Кидман вынуждает совершить преступление. Игра Феникса и картина в целом были высоко оценены как критиками, так и зрителями. В конце 1995-го на съёмках мелодрамы «Выдуманная жизнь Эбботов», которая вышла на экраны в 1997-м, актёр познакомился с Лив Тайлер, и между ними сразу вспыхнул роман. В тот же период Хоакин снялся в криминальном триллере Оливера Стоуна «Поворот», однако картина получила смешанные отзывы и плохо показала себя в прокате. В 1998 году Феникс дважды поработал с Винсом Воном, снявшись в драматическом триллере «Форс-мажор» и чёрной комедии «Мишени», однако они также не стали успешными. В ноябре 1998-го трёхлетние отношения Хоакина и Лив закончились, однако бывшие возлюбленные остались близкими друзьями. Вскоре актёр был замечен с актрисой, моделью и колумнисткой Джессикой Джофф, а затем с актрисой Анной Фрилл, однако новые романы оказались мимолётными. В 1999 году на экраны вышел криминальный триллер Джоэла Шумахера «8 мм», в котором Хоакин сыграл сотрудника видеомагазина для взрослых, помогающего расследовать преступления, и поработал с Николасом Кейджем. Фильм собрал неплохую кассу, но получил низкие оценки от критиков. В 2000 году Феникс снялся в ещё одном криминальном триллере «Ярды». Роль латиноамериканца Вилли, втянувшего старого друга в опасный мир мошенничества, принесла актёру награду от Национального совета кинокритиков США в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Также Хоакин сыграл Аббата Дюк Альмьера в исторической драме «Перо Маркиза де Сада», где поработал с Джеффри Рашем и Кейт Уинслет. Картина была хорошо принята критиками, а гонорар актёра составил 375 тысяч. Кроме того, в том же году в прокат вышла эпическая историческая драма Ридли Скотта «Гладиатор», где Феникс предстал в образе жестокого римского императора Коммода. На эту роль также пробовался Джуд Лоу, однако режиссёр сразу же отдал предпочтение Хоакину. Фильм получил множество положительных отзывов и собрал по всему миру более 460 миллионов долларов при бюджете в 103 и став одной из самых кассовых лент года. Актёрская работа Хоакину удостоилась отдельной похвалы от критиков и принесла ему премию «Выбор критиков», награду Национального совета кинокритиков США и первые номинации на Оскар, «Золотой глобус», «Бафта», премии Гильдии актёров и канала MTV, а также «Спутник». А ещё в то время, по слухам, Хоакин несколько месяцев встречался с Амелией Уорнер. Однако актёры эту информацию никак не комментировали. Затем Феникс сыграл военного Рэя Элвуда, попавшего в армию, чтобы избежать тюремного срока, в чёрной комедии «Солдаты Буффало». Премьера картины состоялась 8 сентября 2001 года на кинофестивале в Торонто, однако в прокат она попала только через два года. За роль в фильме актёр был номинирован на премию британского независимого кино, а его гонорар составил 700 тысяч долларов. Кроме того, на съёмках картины Феникс познакомился с Анной Пэкуин, с которой его связали недолгие романтические отношения. Однако в том же 2001-м он встретил новую возлюбленную, которой стала южноафриканская модель «Топаз Пейдж Грин». В 2002-м на экраны вышел фантастический триллер «Эм Найтэш Ямалана. Знаки» с Мэлом Гибсоном в главной роли, повествующий о загадочных событиях на кукурузном поле в маленьком американском городке. Изначально на роль Мэрилла был утверждён Марк Руффало, но он выбыл из проекта по состоянию здоровья, и в итоге его заменил Феникс, получивший за работу над картиной 1 миллион. Лента была прохладно принята кинокритиками, которые, однако, отметили великолепную игру Хоакина. Зато она имела коммерческий успех, собрав более 400 миллионов долларов в прокате. В 2003-м Хоакин представил научно-фантастическую романтическую драму Томаса Винтерберга «Всё о любви», а также озвучил кина и индейца, превратившегося в медведя, в анимационном музыкальном фэнтези «Братец медвежонок». В 2004-м Феникс вновь поработал Сэм Найтом Шьямаланом, исполнив написанную специально для него роль в антиутопическом триллере «Таинственный лес», которая принесла ему гонорар в размере 5 миллионов. Картина получила смешанные отзывы критиков, однако хорошо показала себя в прокате, собрав более 250 миллионов долларов. Также актёр появился во второстепенной роли в исторической драме о геноциде в Руанде «Отель Руанда». Фильм имел умеренный кассовый успех и был отлично принят критиками. А Хоакин в составе актёрского ансамбля был номинирован на премию Гильдии актёров. Кроме того, Феникс поработал с Джоном Траволтой, сыграв пожарного, попавшего в смертельную ловушку, в драматическом экшн-триллере «Команда 49. Огненная лестница». А чтобы как можно лучше вжиться в роль спасателя, Хоакин в течение двух месяцев тренировался в пожарной службе Балтимора, участвуя в тушении реальных пожаров. Там ему дали прозвище Голливуд, но актёру удалось завоевать уважение временных сослуживцев, и его стали называть по имени. Более того, Хоакину пришлось преодолеть давний страх высоты. За эту роль актёр получил гонорар в 850 тысяч долларов. В 2005-м наш герой, убеждённый веган, выступил в качестве рассказчика в документальном фильме «Земляне» и следующем проблему жестокого обращения с животными. За свою работу и вклад в создание картины Феникс был удостоен гуманитарной премии на кинофестивале в Сан-Диего. В том же году на экраны вышла биографическая драма «Переступить черту», где Хоакин воплотил образ знаменитого кантри-музыканта Джонни Кэша. К слову, он сам выбрал актёра, который воплотил его образ на экране. Феникс исполнил все вокальные партии самостоятельно и даже научился играть на гитаре во время подготовки к съёмкам. Фильм был хорошо принят и критиками и зрителями, а роль Кэша принесла нашему герою «Золотой глобус» и «Грэмми», а также номинации на «Оскар», «Бафта», премии Гильдии актёров и канала MTV. Его гонорар за работу над картиной составил 3,5 миллиона. В тот период Хоакин осознал, что имеет проблемы с алкоголем, которые, к слову, были и у его отца. К счастью, наш герой вовремя обратился за помощью и прошёл курс лечения от алкоголизма в реабилитационном центре. Кроме того, в 2005-м Феникс расстался с Топа с Пэйдж Грин после четырёхлетнего романа, однако бывшие партнёры сохранили хорошее отношение. Актёр до сих пор входит в совет директоров благотворительной организации «Ланчбокс», основанной Пэйдж Грин. А после расставания пары начали ходить слухи об отношениях Феникса с коллегой по фильму «Переступи черту» Дженифер Гудвин, а также с Шанин Сосамон и Элин Силохан. В 2007-м Хоакин спродюсировал криминальный экшн-триллер «Хозяева ночи», где сыграл менеджера ночного клуба, спасающего своих родных от русской мафии. Причём вживался в роль он своеобразным методом – броня, на чём свет стоит коллегу Роберта Дюваля. Также на экраны вышла криминальная драма «Запретная дорога», в которой Феникс сыграл отца, желающего вычислить убийцу своего сына. Обе картины получили неоднозначные отзывы критиков, однако великолепная игра Хоакина была ценена по достоинству. В 2008-м наш герой снялся в романтической драме «Любовники», основанной на повести Фёдора Достоевского «Белые ночи». Фильм, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, удостоился высоких оценок от критиков, некоторые из которых назвали роль Леонардо лучшей в карьере Феникса на тот момент. В конце года актёр неожиданно признался, что хочет посвятить себя музыкальной карьере, и объявил о своём уходе из киноиндустрии. Однако впоследствии оказалось, что это заявление стало частью пародийного псевдодокументального фильма «Я всё ещё здесь», снятого Кейси Аффлеком, который, к слову, в то время был женат на сестре Хоакина Саммер. Актёр также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария. Во время съёмок Феникс не выходил из придуманного для фильма образа и даже дал несколько реальных интервью. Публика узнала о том, что все происходящие события были инсценированы лишь после премьеры на Венецианском кинофестивале в 2010 году. Также в 2010-м Хоакина связывали непродолжительные отношения с французской певицей Арией Крещендо. В 2012-м в Венеции была представлена психологическая драма Пола Томаса Андерсона «Мастер», где Феникс играл ветерана Второй мировой войны, пытающегося адаптироваться в обществе. Во время подготовки к роли Фредди актёр значительно похудел и обратился к стоматологу, чтобы изменить прикус. А снимая одну из сцен, он в порыве эмоций разбил настоящий унитаз. Хоакин даже не думал, что это возможно. Картина не окупилась в прокате, однако получила всеобщее признание критиков и принесла Хоакину Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. А также номинации на Оскар, Золотой Глобус, Бафта, Выбор критиков и Спутник. В тот же период Феникс около года встречался с моделью Хизер Кристи, также известной как Ника. А затем в течение трёх месяцев состоял в отношениях с диджеем Элли Тейлз. В 2013-м на Каннском кинофестивале состоялась премьера драмы «Роковая страсть», а в конце того же года на экраны вышла научно-фантастическая мелодрама «Она», повествующая о писателе, который влюбляется в операционную систему с искусственным интеллектом, использующую женский голос. Режиссёр Спайк Джонс через день запирал Хоакина вместе с Эмми Адамс, тем самым вынуждая их общаться и лучше узнавать друг друга. Благодаря этому актёры на самом деле хорошо сдружились. Фильм собрал неплохую кассу и удостоился восторженных отзывов кинокритиков. А Феникс был номинирован на «Золотой глобус» и «Сатурн». В 2014 году наш герой снялся в детективной драмеде Пола Томаса Андерсона «Врождённый порог», где появился в образе частного детектива-хиппи, расследующего исчезновения своей бывшей девушки. Фильм не окупил затраченные на производство средства, однако был положительно принят большей частью критиков и принёс Фениксу очередную номинацию на «Золотой глобус». В 2015 году Хоакин исполнил роль профессора философии, спланировавшего «Идеальное преступление» в криминальной драмеде Вуди Аллена «Иррациональный человек», для которой специально набрал 15 килограммов веса. Фильм неплохо показал себя в прокате, однако получил смешанные отзывы. Также Феникс выступил одним из рассказчиков в документальной картине «Единство», раскрывающей тему взаимосвязи всего живого на Земле. В 2016 году актёр приступил к съёмкам психологического триллера «Тебя никогда здесь не было», где предстал в образе бывшего спецагента Джо, который зарабатывает на жизнь поиском пропавших девушек. Для роли актёр набрал значительную мышечную массу, а также консультировался с бывшим телохранителем, занимавшимся похожими делами. Он также предложил сделать героя более реалистичным, отказавшись от использования реквизита вроде резиновых перчаток и различных устройств, а также импровизировал в кадре. Премьера картины состоялась в 2017 году на Каннском кинофестивале, где она получила всеобщее признание, а Феникс удостоился приза за лучшую мужскую роль. Также актёр был номинирован на «Независимый дух» и премию британского независимого кино. В 2018 году Феникс исполнил роль парализованного карикатуриста Джона Каллахана в трагикомедийном боёпике Гасса Вансента «Не волнуйся, он далеко не уйдёт», который получил хорошие отзывы от критиков и зрителей. В нём небольшую роль сыграл племянник Хоакина Лео. Затем в свет вышла библейская драма «Мария Магдалина», где актёр перевоплотился в Иисуса Христа. Кроме того, на съёмках картины, которые проходили в 2016 году, актёр начал встречаться со своей подругой и коллегой Руни Марой. Также Хоакин выступил в качестве рассказчика в документальном фильме «Доминион», раскрывающем проблему эксплуатации животных. В том же году на Венецианском кинофестивале был представлен вестерн «Братья Систерс», повествующий о наёмниках, преследующих золотоискателей. Картина провалилась в прокате, но заслужила высокие оценки от критиков. Ты осознаёшь, что наш отец был на всю голову больной, а в наших жилах течёт его кровь? Он был просто алкаш, Чарли. Поэтому мы хорошо убиваем. В 2019 году в Венеции состоялась премьера психологического триллера «Джокер», ставшего альтернативной предысторией суперзлодея Джокера из комиксов DC. Феникс сыграл психически нездорового клоуна и неудавшегося стендап-комика Артура Флека, ставшего преступником и вдохновившего общественность на восстание против богачей. Ради роли безумного злодея Хоакин похудел на 24 кг и в течение нескольких месяцев репетировал жуткий смех Джокера, перенимая особенности поведения психически нездоровых людей. При этом актёр хотел, чтобы даже психиатры не могли определить, какое расстройство психики у его персонажа, а публика не могла ассоциировать себя с ним. Движение и мимику он перенимал у звёзд немого кино Бастера Китона и Рэя Болджера, а грим Джокеру делали таким, чтобы он походил на Джона Уэйна Гейси младшего – американского серийного преступника. Кинокритики неоднозначно приняли картину из-за излишней мрачности и жестокости. Однако игра Феникса получила восторженные отзывы и принесла ему Оскар, Золотой Глобус, Бафта, Выбор критиков и премию Гильдии актёров, а также множество других наград и номинаций. Более того, кассовые сборы Джокера превысили 1 миллиард долларов, благодаря чему он стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R, лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого. В июле того же года Хоакин и Руни объявили о своей помолвке, а уже в 2020-м у пары родился сын, которого назвали Ривером в честь покойного старшего брата Феникса. В 2021 году Хоакин снялся в чёрно-белой драме «Камон, камон», исполнив роль радиожурналиста, который отправляется в путешествие с маленьким племянником. Интересно, что фильм снимали в хронологическом порядке. Картина получила положительные отзывы, а Феникс номинировался на премии «Спутник» и «Готэм». Весной 23-го на экраны вышла сюрреалистическая трагикомедия Ари Астера «Все страхи Бо». Где наш герой сыграл мужчину, страдающего параноей. Его герою предстоит преодолеть нелёгкий путь домой, столкнувшись со множеством кошмаров. 22 ноября состоялась премьера эпической историко-биографической драмы Ридли Скотта «Наполеон», где Хоакин предстал в образе французского императора и полководца, а также выступил сопродюсером проекта. Картина, бюджет которой составил около 200 миллионов, повествует о восхождении Наполеона к власти и о его отношениях с женой Жозефиной. На данный момент на стадии постпродакшена находится сиквел Джокера, получивший название «Джокер. Безумие на двоих», премьера которого назначена на 4 октября 2024 года. К Фениксу в роли Артура Флека присоединится Леди Гага в образе Харли Квинн. Известно, что действие музыкального триллера начинается в психиатрической клинике, где Харли, лечащий врач Артура, постепенно становится одержимой загадочным пациентом. На производство сиквела было выделено 150 миллионов долларов. Также в ближайшем будущем на экраны выйдет психологический триллер под рабочим названием «Полярис», где Феникс сыграл фотографа, повстречавшего дьявола на Аляске. Кроме того, актер готовится к съемкам в драматическом триллере Павла Павляковского «Остров» в пока что безымянном научно-фантастическом сериале Спайка Джонса, с которым Хоакин работал над фильмом «Она» и в вестерне Ари Астера «Эддингтон». Феникс известен не только как одаренный актер, еще и как один из самых активных деятелей в движении по защите прав животных. Будучи веганом с трех лет, он просит, чтобы все его кожаные костюмы в фильмах были сделаны из синтетических материалов. Также он не раз выступал в качестве исполнительного продюсера документальных картин о правах животных, изменениях климата и проблем здоровья, например, фильмы «Что такое здоровье» 2017 года и «Гунда 20-го». Хоакин активно поддерживает различные организации по защите прав животных, среди которых Пита – люди за этичное отношение к животным, по версии которой он стал «Человеком года» в 2019 году. Он не раз участвовал в рекламных кампаниях данной организации. Так, например, актер появился на постере, призывающем людей перейти на веганский образ жизни. Воспроизвел ужас, который испытывают рыбы в последние минуты своей жизни в ролике «Утопающий», а также призвал отказаться от индейки ко Дню Благодарения и шерстяной и кожевенной продукции. А в 2020-м имя Феникса появилось на рекламном билборде, осуждающем расизм. Кроме того, актер вместе с Рони Маррой участвует в демонстрациях и акциях протеста, привлекая внимание общественности к правам животных и изменению климата. На данный момент состояние Феникса оценивается в 60 миллионов, а в его собственности есть два особняка на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. В 2006-м он стал владельцем дома площадью около 350 квадратных метров и стоимостью 4,8 миллиона долларов. А в 2013 году Хоакин решил приобрести еще один особняк рядом с основной резиденцией за 1 миллион 390 тысяч. Площадь жилища составляет около 230 квадратных метров. В нем есть три спальни и столько же ванных комнат. Также здесь можно увидеть просторную гостиную, уютную кухню, домашний кабинет и детскую собственной ванной. Благодаря террасе можно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. А на заднем дворе есть детский игровой домик. Также Феникс вместе с Кейси Аффлеком владел двухуровневым лофтом площадью в 222 квадрата в Нью-Йорке. Апартаменты отличаются кирпичными стенами, необработанными бетонными полами и балочными потолками. На просторном первом этаже, помимо спальни и ванной, располагается небольшая кухня. А на втором – главная спальня, вторая ванная комната и кабинет. В 2017 году лофт был выставлен на продажу за 3,9 миллиона, однако в результате был продан только в 2020-м за 3,1 миллиона. Хоакин – большой любитель автомобилей, что подтверждает его солидная коллекция, в которую входят кроссоверы Tesla Model X, Porsche Macan и BMW X6, а также внедорожники Cadillac Escalade, Lexus RX 350 и Volvo XC90. А еще Феникс владеет раритетным маслкаром Pontiac Grandville, выпущенным в 1970-х годах. Общая стоимость коллекции актера превышает 500 тысяч долларов. В повседневной жизни Хоакин чаще всего пользуется Теслой, а однажды попал на ней в аварию. В 2019-м Феникс неудачно повернул с парковки и врезался в бампер автомобиля пожарной службы Лос-Анджелеса. К счастью, обошлось без жертв, однако сильнее всего пострадала машина актера, у которой была повреждена передняя панель. А вот автомобиль пожарных получил лишь пару незначительных царапин. Это ДТП стало не первым в жизни Феникса. В 2006-м у его автомобиля отказали тормоза, в результате чего он перевернулся на высокой скорости. Спасителем нашего героя стал немецкий режиссер Вернер Херцог, который помог ему выбраться из-под обломков и вызвал скорую. Феникс не любит давать интервью и сдержанно говорит о своей личной жизни. Он называет себя светским евреем и утверждает, что не принадлежит ни к одной из организованных религий. Хоакин увлекается медитациями, любит смотреть документальные фильмы, читать сценарий и посещать занятия по карате. К слову, у него даже есть черный пояс. А шрам над губой актера, по его словам, является врожденной особенностью, а не приобретенным дефектом. Любопытно, что Хоакин и его покойный брат Ривер стали первыми и пока единственными братьями, номинированными на Оскар. По словам актера, он не смотрит фильмы со своим участием, а исключением стали только мастер и она. Феникс по-прежнему очень волнуется перед съемками новых проектов. А также убежден, что присуждать индивидуальные награды в киноиндустрии неправильно, поскольку фильм – это всегда результат коллективной работы. А в каком образе Хоакин Феникс нравится вам больше всего?